Всем привет! Говорит GetFun и я рад приветствовать вас всех на своем канале! Очень долго тянул с выходом видео, которое сейчас будет выходить, но знаете, это все потому, что сейчас предновогодние праздники, сейчас хочется быстрее закончить все дела еще в этом году, не переносить их в следующий, поэтому получилось немножечко затянуть. Но я был бы не я, если бы проигнорировал то, что вы, собственно говоря, меня поддержали в Палундре. Если вдруг вы пропустили то видео, что весьма-весьма себе вероятно, я, конечно, сейчас расскажу суть, но перед всем я предупрежу вас, что это видео выходит в формате подкаста, где я просто делюсь с вами своим мнением, своим мыслями, тут по минимуму монтажа и нету какого-то конкретного сценария, так что выпуски выходят часто достаточно объемными. Так что приготовьтесь к этому видео, возможно, заварите чаечек и погнали! В общем-то, о чем я хотел поговорить сегодня с вами в подкасте. Дело в том, что не так давно в блоге разработки Когром среди ясного неба пригремела новость о подробностях относительно нового сезона ранговых боев. И если на презентации на ВГ-фесте просто намекали, что там будет замешана гонка вооружений, это такой особый формат, то вот сейчас стало известно, что абсолютно весь ранговый сезон пройдет в этом формате. И, как мне кажется, это очень спорное решение. И в течение данного видео я попробую вас убедить в правильности своей позиции и предложу вам вариант решения, который, возможно, удовлетворит всех и поможет сделать игру нашу лучше. Начнем с подробностей. Что же это у нас такое гонка вооружений? Если вдруг вы не знали, если вдруг вы пропустили, это такой особый формат фановых сражений. 12 игроков, насколько помню, были те же самые карты, но на картах были точки, благодаря которым, вот если вы их берете в определенное время, вы и окружающие вас союзники получают бафы. Бафов можно набрать, то есть они не сразу дают существенный результат, то есть существенный эффект, такой как ускорение перезарядки или прям хил такой мощный. Оно, конечно, все, градация там есть, но тем не менее, бафы, когда вот на вашем фланге все идет хорошо, можно было разогнаться бафами так, что у вас получался чуть ли не убиваемый линкор. В режиме, в формате, точнее, фановых сражений такого, без статистики, без каких-либо, вот, обязаловок. Это, знаете, проходило всегда весело, бодро, то есть ты шел в раж, умирал быстро, ну, бывает. Главное, что это протекало быстро и интересно. Не умирал быстро, нахватывал бафов, раздавал налево и направо. Ну, конечно, в формате нашей аркады и так сложно говорить про какой-то реализм. Тем не менее, даже в формате нашей игры, вот, в этом режиме, можно было получить абсолютно нереальную сборку корабля, которая и обладает хорошей незаметностью, и при этом еще выхиливается прямо в бою. Ну, просто мечта, а не корабль. Замечу сразу, что данный режим мне в формате фана зашел. Однако, в условиях ранговых боев это будет совсем не торт. Возможно, сейчас вы подумаете, что это у стримера немножечко поехала крыша. Он стал думать, что стал отлично разбираться в разработке. И что это просто я вот начинаю нагнетать и вгнать волну еще до момента, когда что-то там серьезное произошло. Ведь разработчики прямо заявили, что они собираются сделать этот сезон, ну, знаете, экспериментальным. Но, тем не менее, что-то подсказывает мне то, что это все равно будет ранговый сезон с номером и призами, как и в других сезонах, но при этом абсолютно другими правилами. И я бы, наверное, не стал бы создавать это видео и показывать себя вот в таком формате, если бы не вы, мои зрители, которые в Подполундерой, собственно говоря, достаточно многие из вас поддержали идею, что нужно что-то менять, нельзя допустить вот этого перемешения в будущем сезоне. И написали вы просто в комментариях хэштег «Не нужно портить ранги». И, как и обещал, я опять-таки скажу, что ближе к концу я скажу, что же необходимо делать, чтобы, возможно, ничего такого плохого не произошло. Но теперь аргументы. Для тех, кто, может быть, еще сомневается и думает, что, блин, GetFun, ну, это же время экспериментов, еще ничего плохого не произошло, давай попробуем поиграть так, как думают разработчики, вдруг будет только лучше. Я, конечно, хочу охотно верить всегда, что разработчики делают, безусловно, хорошие вещи, которые зайдут большому количеству людей, и игра от этого станет только интереснее и веселее для всех нас. Однако, вот конкретно в данном случае я сильно сомневаюсь. Почему? Да потому что, опять же, я играл в ранговые бои, я считаю себя целевой аудиторией данного режима, потому что играл в них, ну, всегда, у меня от них, да, порой бомбит, но и при этом я и получаю какое-то вот такое интересное удовольствие от участия в этом режиме. И я, вот знаете, как участник, мне кажется, представляю себе главные проблемы ранговых боев. И я бы не сказал, что среди проблем есть такие вещи, как, знаете, небольшое влияние команды на общий результат. Нет, затащить соло, конечно, можно, но очень-очень-очень сложно. И я бы не сказал, что проблема ранговых боев в том, что есть крайне высокая кооперация в бою, благодаря которой, ну, прям вот ранговые бои, это абсолютно не похожие на рандом события. Нет, к сожалению, это не так. И в рангах, ну, примерно в половине боях, а порой там больше, меньше, в зависимости от того, в какой момент времени от начала ранговых боев вы зашли в режим, бои там часто похожи на рандом. То есть, каждый играет в свою тактику и, ну, иногда что-то, значит, получается. И очень повезло, если там 2-3 сокоманника, там кто-то другому ставит дымы, кто-то там предупреждает об РЛС, кто-то делает что-то, какую-то вот там коллаборацию, предлагает тактику и реализовывает ее. Ну, это, знаете, к сожалению, случается не всегда. И вот знаете, что я думаю? Я думаю, что изменение резкое формата, вот эти вот проблемы только усугубит. То есть, первое что, почему я говорю усугубит? Потому что и так соло сложно затащить на обычных кораблях, на ТТХ кораблей, которые вы знаете. А что, по-вашему, произойдет, когда корабли будут обладать абсолютно несбалансированными ТТХ? То есть, они наберут бафы, то есть, какой-то команде особо повезло, они прям на фланге хорошо продавили, собрали множество бафов и все. Ребят, вы уже соло с ними ничего не сделаете, даже если вы в итоге останетесь один в два. Скорее всего, они будут с набранными хилками, они быстро восстановятся, ну, а вы быстро сольетесь. Мне кажется, от этого будет гореть сильнее. Второй момент о коллаборации. Она, опять-таки, скажу, не так высока, как хотелось бы. А в режиме, ну, что для режима ранговых боев, конечно, критично, но терпимо. Но в режиме, ну, точнее, в формате боев, гонки вооружений, это критично. Ну, это, опять-таки, из пункта 1, где, я говорю, то, что понабрали бафов, это... И результат практически известен. То есть, если команда, вот, собралась и набрала бафов, все, там практически, знаете, ну, слить очень сложно. Ну, прям, это надо фантастически что-нибудь заделать такое. И это, опять же, мне кажется, ну, знаете, мне кажется, вот в формате, когда люди не понимают... Ну, не все сразу поймут, обязательно не все сразу поймут, что нужно делать. Кто-то там запрется на синей линии, кто-то пойдет соло, сдохнет. Ну, знаете, оно как всегда. И, ну, это, опять же, будет гореть, гореть очень сильно. И, опять-таки, в этом будут виноваты разработчики, потому что сделали ранговые бои с совершенно новыми условиями. То есть, не обязательно же все игроки, которые играют в ранговые бои, до этого веселились достаточно много в фановом режиме гонки вооружений. Согласитесь, ну, логично. Так что это вот второй момент, из-за которого, ну, мне, знаете, страшно, банально страшно, что следующий сезон будет поджигать мой стул раза в два или в три больше, чем до этого. Даже, думаю, дымный сезон, когда прям вообще полыхало у всех, нам будет казаться, ну, такой вот милым развлечением. То есть, у меня реально есть опасение, что не дойду, не дойду до первого ранга. И тут мы постепенно переходим к балансу. Я уже косвенно говорил, что благодаря бонусам баланс, знаете, уже будет немножечко коситься. Но в условиях того, что можно набирать бонусы, влияющие на отхил, влияющие на ускорение перезарядки, я думаю, очевидно, что не все классы одинаково комфортно играются. Потому что у многих классов есть такой, знаете, ну, сложный старт. Назовем это сложный старт. То есть, на них проще играется ближе к середине боя, когда и команда, поменьше там людей, и... Или рассосались они по флангам. Ну, знаете, то есть, малый шанс получить фокус. Можно сказать точно, что вот это стопроцентно относится ко всем легким крейсерам. То есть, играть на сближении, в борьбу за точку, ну, на них будет не так комфортно, как, допустим, на линкорах или на эсминцах. И тот, и тот класс, в принципе, у них есть легкий старт. Одни из-за инвизы легкий старт имеют. Вторые из-за череды ошибок могут умереть. Вряд ли из-за одной ошибки. Но, тем не менее, если набирают хил, то к концу боя, то совсем это не будет чувствоваться, что они все равно отхилятся. И благодаря бонусам. И это только усугубляет проблему баланса классов в режиме ранговый бой. А это, я вам напомню, соревновательный режим. Что, по идее, в соревновательных режимах баланс должен быть близок к идеалу. В этом суть соревновательного режима. Вы побеждаете за счет умения правильно пользоваться механиками. И очень стрёмно, когда разработчики закидывают соревновательный режим в условиях абсолютно несбалансированных условий боя. Ну, это, опять-таки, не так кажется. Ну, и давайте еще вот один такой-такой важный, мне кажется, момент. Что, ну, противоречит вообще идее и ранговых боев, и идее гонки вооружений. Вот это вот перемешивание. То есть, вот это вот адский коктейль. Ну, он такой, знаете, это все равно, что соленые огурцы смешать с молочным коктейлем. Это вот, ну, знаете, вот кому-то по отдельности эти продукты, скорее всего, нравятся. Вот мне нравятся, знаете, допустим, молочные коктейли и огурцы. Но если их смешать, я вряд ли буду в восторге, когда все это вместе выпью. И тут главное понимать, что ранги это потно. И нужно продемонстрировать свой скилл. Ну, для некоторых достаточно продемонстрировать свое умение упорно играть. Там, брать за 600-700 боев первый ранг, это возможно. Я, конечно, не буду говорить ничего плохого про этих людей. Ну, это такое. А гонка вооружений, это, знаете, такое для фан, для расслабона. Зачем смешивать потно и для расслабона? Не понимаю. Вот зачем? Может быть, кто-то из вас напишет в комментариях. Ну, и последняя, наверное, причина. Думать, что все будет плохо. Это то, что, ну, знаете, вот, например, в моей памяти нету таких вот явных примеров, когда случался какой-то такой резкий разворот. И все случалось хорошо. Все случалось отлично и очень хорошо, только когда до этого все было очень плохо. То есть, есть, допустим, игра, у нее в то время падает онлайн, падает активность, все очень плохо. Они уже думают, давайте закрывать уже, все очень плохо. Но они потом, а, давайте сделаем вот такой вот финтушами. Можно прям вообще все изменить. И даже малейший прирост, даже вот переход в стагнацию, знаете, будет восприниматься как вау, это успех. Для рангов, мне кажется, это в нашем сейчас вот положении. Ну, я, конечно, не эксперт. У меня нету выкладок на руках всей статистики. Но мне кажется, что это не сработает. Конечно, достаточно давно. Вот в течение года, если честно, я не помню, чтобы разработчики радостно кричали, ух, мы побили очередной рекорд. Не помню. В прошлом году, по-моему, было два или три раза, когда там говорили, вот сезон прошел, вот такой сезон, вот всем сезонным сезон. В этом году такого не было, но и я не видел, чтобы по цифрам, чтобы были серьезные спады. Да, они были, но тут стоит признать, что и призов стало меньше, они стали такие более жидковатые. Я помню скандалы там, когда вот игрокам не понравилось то, что и дублончики обрезали, и флажков стало меньше, и вообще все так не очень круто. Круто, то есть, знаете, новички, которые приходят за халявой, ну, энтузиазм подостыл. У старичков тоже такое случалось, но это, вы помните, когда три сезона подряд были непонятные призы. То есть, понятно, там, привыкли уже флаг, корабль, флаг, корабль, потом флаг, какие-то ненужные камуфляжи. А я опять-таки, вот как и год назад, я говорил, что они мне не особо нужны, они мне реально того-то не пригодились. И, а потом опять флаг. То есть, три сезона для старичков были практически без призов, без интересных призов. Это тоже имело свои негативные последствия. Что с этим надо делать? Наверное, просто взять и откатить вот эти вот самые негативные моменты. Относительно неинтересных призов разработчики запилили арсенал. А для дублончиков, не дублончиков, а для новичков, ну, там, понятно, можно чуть-чуть обратно дублончиков вернуть. Если вам бы, разработчики, хочется вернуться на старый уровень. Да, и флажки за промежуточные, взятие рангов тоже можно вернуть. Ну, мне кажется, это сработает. В итоге, вот это все вот такие вот самые главные причины, я, мне кажется, сейчас вот назвал, которые вот лично у меня вызывают большое, знаете, волнение. Мне кажется, что из-за них, они оправдаются, может быть, не все, но частично. И будет гореть, будет неприятно, и ранговый сезон, возможно, меня добьет и совсем выбьет из колеи, и не захочу дальше в него возвращаться. Может быть, у вас есть какие-то другие причины, какие я вот сейчас не озвучил. Думаю, что все будет плохо. Напишите в комментариях, посмотрим, может быть, действительно, там, что-то есть такое еще особо мощное, и разработчики на это тоже обратят внимание. Но что же делать нам? И тут, ребятушки, я вас призываю, вообще, я всегда был за то, что если нужно давить на разработчиков, нужно делать это коллективно. Можно, конечно, вот какие-то вот маленькие пикеты устраивать, вот, и вот я не задоначу, мне это не нравится, этот кораблик мне не подходит, я его не хочу катать, разработчики, а-за-за-за-за, ну, на форуме писать, верните его, сделайте лучше. Нет, ребят, мне кажется, все это работает не так. Если делать это нужно, вот, коллективно, либо, ну, показывать, вот, на этапе, вот, знаете, вот, когда вот в блоге разработки сейчас засветилась вот такая вот штука, коллективно взять и нагнать волну, чтобы разработчики поняли, что, вау, вау, мы рассчитывали не на такой эффект. Потому что, мне кажется, им не очень интересно расстраивать свою аудиторию массово, причем без каких-либо на то очевидных причин. То есть, если про баланс кораблей у них там есть какая-то на руках статистика, то вот такие эксперименты, они, конечно же, ну, по крайней мере, мне кажется, они такие безосновательные, ну, типа, эксперимент, давайте ударим по пальцу молотком, а что же будет после этого? Объединяемся и говорим дружно свое фи. В данный момент это можно делать на форуме, делать, не знаю, вот на официальных площадках, желательно на официальных площадках, потому что форумы иногда не очень дружелюбно модерируются. Если вы смотрите каких-то еще других блогеров, читаете какие-то там фанатские сайты, продвинуть эту идею там и, опять же, объединяться, объединяться, объединяться. Я предлагаю для этого, ну, ввести хэштег. Вот, опять-таки, я его использовал в своем первом выпуске по лондру. Мне кажется, он такой адекватный, отражает все происходящее. То есть, разработчики, не нужно портить ранки. Если нужны изменения, то давайте маленькими шажками идти к идеалу, а не резкие развороты на якоре. Если делать резкие развороты на якоре, то объясните, на кой фиг они вообще нужны. Может быть, я просто вылетаю из целевой аудитории данного режима, и тогда я должен просто с этим смириться, а вы идите своим курсом дальше, а я уже пойду в другую сторону. То есть, пока что делать фи. Если разработчики будут дальше гнуть линию, что, ребят, все хорошо, вы просто ничего не понимаете, Следующий шаг просто взять и заигнорить сезон. Реально, просто взять и не играть. Опять, тогда у них на руках окажется статистика, они увидят резкое падение, и тогда уже все вернется на круги своя, и тогда они уже со статистикой на руках поймут, что вот эта вот массовая фи, которая мы писали, оно было не просто бахвастом. Это, знаете, это часто пишут у меня в комментариях, вот перестанут тебя смотреть, и другу Васю тоже отпишу, но потом они через месяц могут написать что-нибудь подобное, и через два, но это такое, ну знаете, смешные заявления. Нет, надо действовать более смело. Это вот такие, что я думаю, нужно со стороны игроков делать. То есть свое вот явное фи, я думаю, делаю вот этим самым видео. И если вы меня поддерживаете, то получается у нас есть какая-то вот такая вот волна. Давайте, кстати, вот тут вот где-нибудь будет кнопочка на голосование. Принимайте участие в голосовании, вообще поймем, вот даже среди моих зрителей много ли людей разделяют мою позицию. Если мало, то тут уже очевидно, что и продвигать ее и не стоит. Если много, почти что все, то давайте объединяться и давить вместе на разработчиков. Не, допустим, испортить ранги. Правильно сейчас сделать, ну это, опять-таки говорю, что ранги, если и модернизировать спустя уже 10 сезонов, то нужно делать какие-то маленькие шашки в направлении улучшения. То есть, опять-таки, тот же самый режим фановый можно врубить в лигу морских волков. Черт побери, эта лига и так мертва. Ей уже ничего не испортит. То есть, запилить туда, посмотреть, а вдруг повысится процент, ну, знаете, больше людей станет играть. И вау, хорошая идея. Давайте подумаем на то, чтобы расширять эту лигу. Может быть, стоит протестировать эту идею на спринт-рангах. Черт побери. Там, эта лига и так мне сейчас, вот знаете, вот не вперлась. То есть, в спринт-ранги я уже попробовал поиграть. В формате 6 на 6, когда действует отряд из двух людей, это такое, знаете, чувство имбы. То есть, ваш отряд сильно влияет на бой. Это очень крутое чувство. 8 на 8, да это почти то же самое рандом. Зачем там какие-то звезды? Ну, знаете, не зацепило. То есть, данный сезон я игнорирую вот на данный момент. И, скорее всего, не буду проходить до конца. Так что, почему бы, почему вот разработчики, если вы не хотите экспериментов, не проводить их вот в таких вот, ну, таких активностей, которые имеют и так уже, знаете, слава, что это ранги, но не ранги. Так что, играем в них как хочется. То есть, делаем в них эксперименты и смотрим на реакцию сообщества. Ну, лично мне было бы от этого ни холодно, ни жарко. Протестируйте. Я тоже, опять-таки, посмотрю на примере уже произошедшего события, что случилось. И, может быть, спокойно отнесусь к изменению своего одного из любимейших режимов в игре. То есть, почему он любимый? Да потому что нет у нас соревновательных режимов для соло-рандовщиков, кроме рангов. Так что, мне кажется, рановато вот так вот сейчас вот рвать когти. Точнее, рановато сейчас делать вот такие резкие повороты. Ну, или поздновато там, для кого как. Так, больше пока дельных идей на этот счет я не имею. Так что, ну, что могу сказать? Я в любом случае не разработчик, не моя работа придумывать, как же там развлекать нас с игроков. Но, если вдруг, опять же, у вас есть такие идеи, то напишите их в комментариях. Опять же, я надеюсь, что разработчики посмотрят это видео, посмотрят комментарии ваши, оценят фидбэк и примут уже взвешенные решения. Опять-таки, я спрашивал разработчиков в Дискорде и говорят, что вот даже вот то, что вот вышли вот эти вот планы разработки в блоге, это, опять-таки, еще не значит 100% ничего. Любые планы еще склонны меняться, то есть их можно поменять. Быть может, мы в состоянии сделать так, чтобы вот данный план не состоялся. Ну, а так это или нет, мы узнаем уже постфактум, когда вы уже сделаете все зависящее от вас. Ну, а на этом, ребят, давайте ставим лайки, подписываемся на канал и разнесите эту новость, если, точнее, идею, разнесите как можно дальше, как можно большим людям. Расскажите о ней в клане, не знаю, на портале любимого, вот, не знаю, на форуме. Расскажите, найдите единомышленников и продвигайте, 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 и тогда, я думаю, у нас все получится. Ну, а на этом, ребятушки, все, не болейте, не скучайте и до связи. Пока-пока.